В эфире общество потребления мы продолжаем, говорим сегодня о факторах, которые тормозят развитие интернет-торговли в регионах. Ну а прямо сейчас узнаем, почему же жители небольших городов не доверяют онлайну. Нашей студии в отеле Арарат Парк Хаят. Арсен Далакян, консультант по потребительскому поведению. Арсен, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, коллеги. Вот мы обсуждаем исследования Высшей школы экономики, и действительно, они говорят, что в малых городах 60% жителей ничего не покупали в интернете. В миллионниках эта цифра чуть меньше, но тем не менее 40%. С чем вы связываете такую низкую активность? И, конечно, хочется от вас узнать, каковы особенности поведения, особенности потребления товаров и услуг в малых и средних городах. Я пролистал это исследование. Колоссальную работу проделали коллеги из Высшей школы экономики совместно с Яндексом, как я понимаю. Но проблема-то очевидна. Поведенческие барьеры станут одним из важнейших барьеров дальнейшей цифровизации и развития искусственного интеллекта и IT в целом. Почему? Потому что человеческое поведение всегда – это реакция на стимулы. Стимулы определяются средой, в которой живет человек. Естественно, среда миллионников и маленьких городов крайне отличается. Поэтому постановка вопроса, что как нам сделать программу, которая позволит эти 60% населения вовлечь в интернет-торговлю, это, наверное, не совсем корректно. А я знаю ответ на него. Повысить благосостояние этих 60%? Нет? Неверный ответ? Привет. Возвращаемся к теме привычки. Очень правильно замечено, да, привычка должна быть. Что такое привычка? Привычка – это боль от отсутствия действия. Вот когда вы что-то не делаете, вы чувствуете дискомфорт, поэтому вы это делаете. То есть это экономия когнитивных ресурсов человека. Меньше думать, меньше, значит, принимать решения на автоматизме. Привычка состоит из двух частей. Первое – это триггер. Второе – это повторяющиеся действия. Ну, два основных части. Так вот, триггер. Мы уже говорили сегодня. В городах – это экономия времени, да? Этого триггера нету в маленьких городах. Людям в кайф пройтись после работы пешком, зайти на почту, в отделение банка. Их не напрягает, они никуда не торопятся. В магазин повыбирать и создайте у них, значит, ощущение спешки и необходимости постоянно куда-то бежать. Может быть, они будут пользоваться интернетом. Но маловероятно это сделать, да, в деревнях. Поэтому правильнее, наверное, поставить вопрос, как изучать поведение потребителей, пока еще не потребителей, а изучение жителей регионов, чтобы вклинить e-commerce или цифровые государственные платформы в их естественное поведение, не ставя задачу принципиально его поменять. Вот это вопрос уже интересно. Но я задам такой простой вопрос. Цифровизация нужна малым городам? В контексте выбора электроники – нет. В контексте выбора электроники? Да, да. Ну, не знаю, какие-то цифровые сервисы, может быть, нужны в первую очередь. Не знаю, что может пригодиться, что может быть востребованным. В этом как раз и ответ, позволяющий удвоить ВВП, да, как там Макинди считали. Если мы найдем инструмент цифровизации для того, чтобы повысить качество жизни людей, которые сейчас не пользуются цифровыми услугами, там будет ответ. Но это не интернет-торговля и даже не финтех. В маленьких городах 38 и более процентов людей старше 45 лет. Изменить их финансовое поведение – это крайне трудно. Ну, если ходят они в почту дальше получать пенсию или получать посылки или что-то оплачивать, они и будут ходить, надо найти другие паттерны поведения, в которых вписаться проще. Именно поэтому… Да, паттерны поведения в любом случае придется менять. У нас теперь жизнь меняется, да, на пенсию мы позже выходить будем. Поэтому, может быть, есть смысл экономить свое время, не знаю, оставлять время больше для родных и близких. Мы же теперь работаем 5 лет, плюс 8 лет у женщин. Гипотетически, если мы были бы рациональными объектами, конечно. Но по факту совершать новое действие – это самое страшное, на что подписался бы человек. И мы как бы не хотели, сколько бы программ государственных не было на изменение поведения человека, это одно из самых амбициозных и трудных решений. Чуть-чуть можно вписаться в поведение, можно изменить, но попробуйте. Для этого прошло, должно пройти несколько поколений. Спасибо за ваше мнение. В нашей студии в отеле «Арарат Парк Хаят» был консультант по потребительскому поведению Арсен Далакян. Спасибо за просмотр!